Глава восьмая Профориентация Галус проснулся от скрипа двери. Приоткрыл один глаз и увидел, как за этой дверью исчезает скутолу. Причина могла быть весь вполне уважительной и прозаической. Поэтому он просто приготовился спать дальше, но прошло несколько минут, а повторного скрипа так и не прозвучало. Пришлось открывать еще и второй глаз. Собрав оба глаза в кучу, Галус увидел, что за окном уже довольно светло. Дальнейший сон стал проблематичным. Этот факт был констатирован глубоким вздохом, за которым последовали вылезание из-под одеяла и выход на двор. Скоттелла была там. Она прыгала и разминалась с каким-то совершенно нездоровым энтузиазмом. Подумав, он присоединился. Хоть никогда и не считал себя фанатом зарядок-разминок, но если был какой-то лишний шанс избежать возможного позора с несвоевременной усталостью, то пренебрегать им не следовало. Деревня к этому моменту тоже успела проснуться и сейчас жила своей утренней жизнью. По улицам ходили, во дворах хозяйничали, отовсюду слышались разговоры. «А чего он на нас так смотрит?» Галус спросил это шепотом и кивнул на парнишку чуть старше вчерашней парочки, пялившегося на них из переулка через символический заборчик. Ха, ему просто интересно. Вслух по-эквестрийски сообщила Скуталу специально так, чтобы ее услышали. Его, скорее всего, послали нам что-то сказать насчет завтрака. Вот и ждет, как мы закончим. Угадала, мелкий? «Ага», — откликнулся тот. «Ты просто скажи, куда идти. Чего ждать-то?» «Так вон, к нам!» Парнишка указал на дом напротив и левее. Стоять и пялиться, впрочем, не перестал. И еще через пару минут прыганий и дерганий Скуталу без слов деловета поинтересовалась. «Угу», — в том же духе отозвался Галус. «Разминка весьма положительно сказалась на аппетите, и, по его разумению, после нее было самое время для завтрака. Но тогда пошли». В указанном доме стул буквально ломился, а стоявшая рядом хозяйка пыталась смотреть двумя глазами в разные стороны, одним на еду, другим на Галуса. Вид у нее при этом был озабоченный. Никаких пояснений не требовалось. «Уважаемая, не знаю вашего имени», Галус постарался сделать свой голос максимально дружелюбным. «Вовсе не обязательно было так стараться. Почти все, что едите вы, мы тоже едим». «Рыбы вот нету». «Ничего страшного, мне вчера уже сказали». Из снеди на столе он без труда собрал себе аналог школьного завтрака. Приятным сюрпризом оказалась вареная кукуруза. Ее голос любил и лихо склевал два початка. Немного тоскливо посмотрел на оставшиеся три, но жадничать не стал. «С собой-то дать чего?» Поинтересовалась хозяйка. «Эммм...» Галус покосился на уплетавшую овсянку с кутолу. Он не был уверен, насколько в такой ситуации прилично что-то просить, если прилично, то в каких количествах. «Не, спасибо». Мотнула головой та. «От вас до Балтимейра лету всего часа два с половиной, самое большое три. Перекусать по дороге уже не будем, а там в городе поесть не проблема». «Чаще вы не поездом-то. Может, оно и чуть медленнее, но зато проще и спокойнее». «Ну, такое дело школьное». Обтекаемый, но правдиво ответила скутолу. «Выпускной перерет, что ли?» Проявила неожиданную осведомленность хозяйка. «Так вроде рано еще». «Они же после дня солнца обычно проходят». «Не, мы из школы дружбы». «А, вон оно как». «И чему вас там учат?» Вопрос почему-то адресовался Галусу. Во всяком случае, вопрошающий взгляд был направлен именно на него. Скутолус слегка легнулась под столом. Вполне уместно легнулась. Ответ насчет того, что учат не думать, будто грифонцы понев едят. Так и просился на язык. И был, между прочим, чистой правдой. «Учат чего, у кого есть необычного. И чтоб через это никого не обидеть. А лучше к пользе какой-нибудь что придумать». Озвучил он другую правду. «Хотя это было почти то же самое». «И то дело». Удовлетворенно кивнула хозяйка. «А то ведь у нас про вас чего только не болтают». Скутолу опять легнулась, и Галус не стал уточнять, что он это вчера успел заметить. Он уже понял, что говорить правду далеко не всегда легко и приятно, а слышать тем более. Особенно о себе. И к другим это тоже относится. «И на других языках говорить учат». «Вы вон меж собой, я смотрю». «Кто хочет, те учатся». Снова обтекаемо ответила Скутолу. Они доели, поблагодарили и вышли на улицу. «Сразу после еды лететь не годится». Заметил Галус. «Угу. Погуляем минут сорок, чтобы леглось. Да и солнце чуть повыше поднимется над облаками. Пучу нам, скорее всего, еще не принесли. А думаешь, принесут?» «Уверена». «Ты как предпочитаешь гулять? Отдельно? Вместе?» «Вместе». «Может, при тебе хоть дурацкие вопросы задавать постесняются?» «Наивный». «Это же деревня. Тут народ простой. Что на уме, то и на языке. Просто помни, что они это не со зла, а из честного любопытства». «Пофигу». «Ну, как знаешь». Они прошли мимо нескольких переулков, перебрасываясь ничего не значащими репликами, но далеко уйти не удалось. Предчувствие не обманули. Дорогу преградила целая толпа мелкоты, появившаяся как по волшебству. Галус закатил глаза. «А вы еще нам покажете?» Требовательно поинтересовался предводитель тот самый, что приглашал их завтракать. «Что покажем?» «Ну, в небе. Как вчера». «Нет, извини». Улыбнулась Кутлу. «Вчера мы это перед отдыхом показали, а сегодня-то нам еще лететь и лететь». «А, это как плясать надо после работы, а не перед ней?» «Ну да». «Хотя для некоторых плясать есть работа, бывает и такое». «А, вы артисты, что ли?» «Нет». Снова улыбнул Скутлу. «У, жалко». «Ну, если хотите посмотреть...» Она подмигнула. «Народ тут же завопил, что хочет». «Самокат найдется?» Вопрос был риторическим. Чтобы в деревне земных да не нашлось самоката, требуемое притащили моментально. Скутлу взяла его за руль и задумчиво покачала из стороны в сторону. Прокомментировала. «Маловат, тяжеловат. Я давно не каталась, ну да ладно. Эй, мелкие, следите за моими крыльями. Кто увидит, что я ими шевельнула, сразу орите, будет мне позорище». Она вскочила на самоката, через секунду у всех присутствующих поотвисали челюсти. Кроме галуса, который по уважительной причине просто приоткрыл клюв. Самокат и Скутлу, казалось, зажили отдельными жизнями. Крылья пегаски оставались плотно прижатыми к телу, зато у самоката будто выросли собственные невидимые крылья. Совершенно невообразимые развороты сочетались с безумными кувырками в воздухе, при которых самокат и его наездница причудливо крутились друг вокруг друга. Галусу доводилось слышать и читать о подобных трюках, но он впервые видел их своими глазами. Видел он и то, что крылья в них не работали, то есть можно было, конечно, уточнить, что здесь работала пегаси четью равновесие и иммунитет к головокружению, но в принципе подобное было вполне доступно кому угодно, даже и без крылым. Теоретически. Если потратит на тренировки кучу времени и сил, но доступно. Скутлу завершила этот бенефис тем, что запрыгнула колесами самоката на подвернувшийся забор и постояла на несколько секунд в идеальном равновесии. Соскочила, вернула самокат хозяину. Вот примерно так, сообщила она. Умеючи, можно и без крыльев, сами видели. Рты-то закройте, мухи залетят. Главное при этом деле шею себе не свернуть. Ну что, пошли обратно, что ли? Последние слова были обращены к Галусу. Тот кивнул, и они двинулись к своему дому под гробовое молчание детишек. Через несколько десятков шагов он поинтересовался. — Это ты давно не каталась? — Откуда? — Сублимация. Увесисто, но непонятно отозвалась Скутлу. — Чего? — Те... Ну, Твайлот объясняла. Такое слово есть специальное, типа «Когда я летать не могла, ну, я вчера говорила, мне этот свой псих надо было на чем-то выбесить». Вот я на самокате и выбешивала. — Помню еще кое-что. — Нифига себе кое-что. — Так ведь правда, раньше я лучше могла. Главное, чтобы после увиденного они реально шеи себе не посворачивали. — А это вообще сколько времени нужно, чтобы такое освоить? — Как сейчас было? Ну, где-то примерно год. Меньше, если впрячься по уши. У тебя, наверное, полгода ушло бы, потому что равновесие, голова не кружится. И крыльями поначалу помогать можно, я догадался. За этими разговорами они дошли до дома. Внутри на столе обнаружилась стопка из десятка конвертов, небольшой пакет вроде бандероли и неподписанный сверток. Вот, я же говорила. Скутлу сунул сверток и обнаружил там два кукурузных початка. Ха, держи это тебе. А еще говорила, что нам с собой ничего на дорогу не нужно. Ты понравился. Я? С чего это вдруг? Ну, вел себя вежливо. От уборки вчера не сочканул. В гостях не обжирался, хотя вкусно было. И все. Тоже мне большое дело. Вот именно. Не такое уж и большое дело произвести хорошее впечатление. Достаточно нормально себя вести. И типа у вас везде так? Да в жизни не поверю. Твоя правда не везде. В больших городах будут морды воротить, но там городские и вообще понаехавших не любят. Будь то хоть Грифон, хоть понячий деревенщина, хоть кто. А где живут не толпой, там нормально. Ну, давай, спрашивай дальше. Чего спрашивать? Откуда они знают, что мы пакет не распотрошим? Вдруг к ним же что-то ценное? Я не настолько урод. Обиделся Галс. Сам знаю, что доставить взятую почту делом честь и считается. И не доставить ее только ради спасения жизни можно. Ага. Скутлус думчиво кивнула. Когда железку еще не протянули, телеграфа тоже не было. Пегасы жили в небесных городах, а единороги в земных. От одного письма жизнь целой деревни могла зависеть. С тех пор и повелось. Так что мы теперь на любую площадку садиться можем. На нас самое большее косо посмотрят. Галус проверил пакет. Большие грабли. Прочитал он обратный адрес. Ну и название. Интересное, да? Но ничего особенного. И как у вас такие названия появляются? Ну, Скутлус смешно наморщил нос. Например, так. Жили тут когда-то несколько семей, что-то выращивали. Потом поселение расширилось, надо было его статус как-то оформлять. Отписали прошение, дескать, так и так, с кем-то его в столицу передали. И вот приезжает, значит, из самого Контерлота чиновник. Аж от самой Селестии. Важный такой, надутый. Она, как могла, изобразила важность надутости. Тут, конечно, все построились. Такую шишку приветствовать по такому поводу. А он идет такой весь из себя важный. Нос от гордости аж до неба задрал. А там грабли лежали. А местные предупредить как-то постеснялись. Ну, не может же быть, что такая шишка не понимала, чего делает. И к чему это может привести. Галус заржал. Вот именно шишка и кончилась. А чиновник обиделся, но и записал эту новую деревню, как грабли. А почему тогда большие? Ну, так это совсем просто. Скажем, жили по соседству еще несколько семей. Недалеко, но отдельно. Тоже постепенно поселение разрослось, но своего статуса пока не имело. Почту им через эти грабли доставляли. А чтобы здешнему почтальону проще было, в адресах уточнение приписывали. Грабли малые. Там малые. А здесь, соответственно, себя считали большими. Гордо же звучит. А потом они вместе слились. И при очередной переписи переименовались. Все дела. Вот про такие вещи тоже в школе рассказывали бы. Интересно, между прочим. Ну, так предлагай. Школе еще двух лет не исполнилось. До всего методом тыка доходить приходится. И то, сколько раз уже на грабли наступали. Кхм, да. Галус тоже хмыкнул. Совпадение получалось интересным. А ты про почту откуда знаешь? Поинтересовалась Кутову. Хочешь в курьеры идти? Не знаю. Ты же сама тогда на уроке слышала, что никто меня без летной школы никуда не возьмет. Ну, не скажи. Есть такие, кто помогают устроиться молодым Грифоном? Сходу не назову, но после возвращения... Твое, что ли? Ну, хотя бы. Но он только порекомендовать может. Учить тренировать не возьмется. И без того забот по горло. С тобой, что ли? Съязвил Галус. Не без этого. А чтоб порекомендовал, надо соответствовать. Он за свои слова отвечает во всех смыслах. Так что тебе для начала, кого пониже нужно? Все равно, не знаю. Мне от понравилось, как искусство войны разбирали. Реально интересно. Я бы, может, в офицеры и пошел, но это вообще без шансов. Там у нас меня ничему не учили, а здесь у вас меня никуда не возьмут. Хоть с какой бумажкой, хоть с какой рекомендацией. Ну, насчет хоть с какой рекомендацией, то это ты... Оба-на! Скутулу аж подскочил на месте. Так. Я тебе кое-что по секрету скажу, но только если ты про это вообще никому. Особенно из ваших. Помолчишь несколько недель? Тебе по всей форме клетву дать? Не обязательно. Хорошо, помолчу. И что? С этой осени в Эквестрийские военные училища начнут принимать грифонов. Откуда слухи? Это не слухи. Информация. Точно тебе говорю? Подожди, и сам увидишь. Так откуда информация? Сверху. Допустим. Почему об этом нужно молчать? Потому что если про это объявят вот так, как сейчас предполагается объявить, то будет выглядеть жестом доброй воли. Шаг навстречу, все такое. А если ваши узнают загоди и начнут об этом трубить, то получится вроде как уступка. Захотели, потребовали. Пришлось идти на поводу и соглашаться. Если соглашаться. А то ведь можно и передумать. Что-то для поневильской девчонки-старшеклассницы. Ты слишком много знаешь и слишком хорошо шаришь в политике. Жизнь такая. Смотри, ты пообещал. Если не испортишь, у тебя будет хороший шанс после выпуска из школы. Нифига у меня не будет. Даже если все по-твоему, я никакой вступительный отбор не пройду. Тебе еще раз повторить? Что, думаю, меня ничему не учили? Так может, оно и к лучшему. Сколь я понимаю, офицеров не на индивидуальное мастерство, а на взаимодействие готовит. Еще лучше. Голос Галуса мог сейчас служить эталоном сарказма. Взаимодействие и грифоны. Просто создано друг для друга. Если тебе это реально интересно, медленно проговорил Скутулу, то была у меня такая дурацкая мысль. Замутить школьную пилотажную группу. Я, ты, Сильверстрим. Вполне нормальное ядро. А цель я тоже должна потянуть, я думаю. Со Смолдер сложнее, но и для нее что-нибудь придумать можно. Потренироваться и летом повыступать по городишкам, деревням. Просто так, без понтов, в удовольствие. Как мы здесь вчера. Ну, примерно. Но с программой посерьезнее, конечно. Фишка в том, что все разные, а выступают вместе. Завуч с директором, как услышат, от радости будут прыгать. Можешь не сомневаться. А им-то какой интерес. Реклама школы в том числе. И демонстрация успеха. Так это надо, чтобы успех еще был. А то могут и гнилыми яблоками закидать. Или чем вы там для этого пользуетесь? Помидорами. От нас зависит. Так ты меня поддержишь? Я-то да. Летом домой не уезжать. Я только за. Ага, я помню. Что ты на зимних каникулах учудил. Ну и вот. Тут тебе и тренировки с взаимодействием будут. И не уезжать. И вместе с Сильвер. Правда, чтобы чего приличное показать, запариться придется конкретно. Летать не пахать. Ха. Ну да, ну да. Я когда-то точно так же думала. И про вместе это ты смотри на каркыш. Просто расслабься. Галус прибрал сверток в свою сумку. Сунул туда же почту. Сумка скутала выглядела побольше и потолще. Кивнул на нее. Что там у тебя? Компас, карта. Хорошие часы, ночные очки и еще кое-что. Двинулись? Ага, только это. Давай прямо отсюда взлетим, а? Опять поймают же и еще чего-нибудь захотят. Вряд ли. Им теперь впечатлений надолго хватит. Ну давай. Они привели все в порядок. Вышли. Подперли дверь поленом. И взлетели.